Доброго времени суток всем! Авторский YouTube-канал Modern Talking Современный Разговор продолжает знакомить вас в серии интервью с зарубежными экспертами, посвященной годовщине начала Отечественной войны, которая продолжалась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года и в ходе которой Азербайджан освободил от оккупации своей территории. Сегодня я рад представить вам экспертное мнение независимого российского военного эксперта Алексея Хлопотова. Здравствуйте, Алексей! Рад вас приветствовать на моем канале. Добрый день, Расим! Всегда рад помочь, всегда рад прокомментировать, тем более ваш канал мне очень нравится, очень такой достойный канал с интересной подачей. Подобного контента очень мало в интернете, поэтому желаю вам только удачи, благополучия, просветания, всегда готов помогать. Спасибо большое, Алексей, за добрые слова напутственные. В принципе, я уже озвучил тему нашей беседы и, чтобы не повторяться, просто хочу задать короткий вопрос. Каково ваше мнение по относительно причин этой войны, Второй Карабахской войны? Можно ли было ее избежать и что этому помешало? Совершенно верно. Любую войну, любой конфликт, любое вооруженное противостояние можно избежать, если стороны будут заинтересованы в этом. В принципе, со стороны Азербайджана такая заинтересованность была. Как вы правильно сказали, на протяжении достаточно длительного времени Азербайджан настаивал именно на мирном разрешении конфликта. Всячески призывал Армению сей за стол переговоров принять какие-то решения по этому территориальному вопросу. В основе конфликта собственно лежит действительно территориальный вопрос, территориальные претензии. Еще в 90-е годы Армения, пользуясь той неразберихой, которая произошла в период развала Советского Союза, в этот очень сложный для Советской империи период, опять же, при поддержке, надо сказать, советской армии вторглась в Карабах, который являлся частью Азербайджанской республики, захватил территории, не просто захватил, а при этом проводил массовый геноцид населения, убийства, пытки, издевательства, людей прогоняли с территории, тех, кто пытался оставаться на своей земле, просто убивали. Естественно, мировое сообщество реагировало на это отрицательно, то есть, насколько я помню, существует, по-моему, четыре резолюции ООН, на основании которых Армения была признана страной-агрессором, оккупантом. Тем не менее, все эти 30 лет Армения отказывалась идти на какие-то мирные переговоры, на территориальные уступки, на какие-то договоренности, это раз. Во-вторых, собственно, мировая общественность, мировое сообщество, та же ООН фактически не делали ничего для того, чтобы вернуть вот эти оккупированные Армении территории законному владельцу Азербайджану, вернуть тот статус-кво, в границах которого республики находились на момент распада Советского Союза. Естественно, такая ситуация не устраивала, прежде всего, руководство Азербайджана, сколько можно терпеть, потому что время идет. Кроме того, несмотря на то, что руководство Азербайджана стремилось решить эту проблему мирными средствами путем переговоров, путем дипломатии, тем не менее, ну, известная есть такая поговорка «Хочешь в мир, готовься к войне». То есть Азербайджан планомерно готовился к военным операциям, во-первых, по защите своих границ, во-вторых, по возврату территории. Это вполне нормальный, вполне закономерный процесс был. И, скажем так, вызывают очень большие удивления те провокации, те именно военные провокации, которые осуществляла Армения практически все эти годы. То есть, ладно, если бы они закрепили за границей, на границе укрепили ее и спокойно сидели. Нет, все эти 30 лет продолжались какие-то вылазки, продолжались обстрелы именно уже азербайджанских территорий. Крупный такой конфликт, который был, скажем так, предыдущий крупный конфликт, это апрель 2016 года, который чуть было не вылился в войну, военные действия, так называемая четырехдневная война. Он был, собственно, начат по инициативе, скажем так, той же Армении, как ответ на армянские провокации. Потом мы можем посмотреть июль месяц 2020 года. Снова очень крупная армянская провокация. По полной программе действовали армянские диверсионные группы. Отслеживались офицеры, то есть мы знаем, что был убит азербайджанский генерал и несколько еще крупных офицеров. Была попытка захвата со стороны Армении блокпоста азербайджанского. Тем не менее, азербайджанская сторона не поддалась на эту провокацию. Огнем артиллерии и беспилотников армяне были вынуждены отступить. Были вынуждены отступить, но выводов они никакие, видимо, не сделали, что, собственно, привело к последующему уже к такому глобальному конфликту. Опять же вопрос, сколько могло терпеть руководство Азербайджана вот такие вот армянские выходки. То есть понятно, что терпение не безграничное. Призывы к миру тоже они не безграничны. Кроме того, уже стало очевидно, что дипломатия абсолютно никак не влияет на ситуацию. Полностью себя исчерпала. Минский формат абсолютно был недееспособен. Оставались, собственно, один путь решения проблемы. Собственно, военный путь. Военные действия год назад были приостановлены после принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении. И логическим продолжением этого заявления как бы должны стать принятие мирного договора между Азербайджаном и Арменией, разблокирование инфраструктур, в том числе и транспортной, обеспечение коридора Зангизурского между Баку и Нахчеваном через территорию Армении и определение государственных границ. Однако, как мы видим, эти процессы тормозят. Что этому мешает? Кроме того, хотелось бы отметить, что в различных мировых СМИ публикуется критика в адрес Азербайджана. Необоснованная критика. Как по-вашему, в чем причины того, что стороны никак не приблизятся к подписанию мирного соглашения, я имею в виду между Баку и Ереваном? Прежде всего, причина в том, что Армения не желает идти на этот процесс, она не желает идти на уступки, она не желает признавать изменившийся статус-кво, она не желает признавать свое поражение в этой войне. Собственно, отсюда и такие действия армян. Все эти западные публикации, надо сказать, они именно инспирированы Арменией, инспирированы армянскими диаспорами, как бы в обосновании позиций и точки зрения Армении. Поэтому тут абсолютно нет ничего удивительного. Избежать данной ситуации можно было бы только одним способом, полным военным разгромом Армении в Карабахе. Но поскольку, скажем так, несмотря на то, чтобы победа была значительная, тем не менее армяне за собой оставили в Карабахе часть территории, в связи с чем, вот сейчас и возникают такие вот вопросы, такие вот проблемы. На мой взгляд, необходимо было дожимать до конца, полностью вытеснять армян с территории Нагорного Карабаха. Другое дело, что, возможно, это было сделать уже сложнее, поскольку боевые действия затянулись, ресурсы были во многом исчерпаны, не только у Армении, но в том числе и у Азербайджана, поэтому пришлось согласиться на такую вот приостановку военных действий. Армянские СМИ пишут о том, что население Армении продолжает сокращаться. Армяне целыми семьями покидают свою страну. А ведь налаживание экономических контактов и экономического сотрудничества с Азербайджаном, с Турцией, с Россией могло бы вывести эту страну из тяжелого социально-экономического положения и сделать ее привлекательной для проживания тех же самых армян. Во-первых, можно тут сказать, что вы упомянули Россию. Россия пытается усидеть на Южном Кавказе сразу на двух стульях, скажем так, дружить как с Арменией, так и с Азербайджаном. Дружба России с Азербайджаном выгодна ей тем, что Азербайджан – это очень мощное, развитое, именно экономически развитое государство. Азербайджан – это нефть, и в этом имеются общие интересы как у России, так и у Азербайджана. Это контроль рынков, контроль цен и так далее и тому подобное. То есть для России Азербайджан, скажем так, очень выгодный внешнеторговый партнер. То есть это деньги. Что касается Армении, то Армения для России, как такова, не представляет какой-то экономической ценности. Но это рычаг давления на Азербайджан в плане принятия тех или иных решений. Таким образом, Россия через Армению пытается влиять на ситуацию на Южном Кавказе. Естественно, тот режим, который существует сейчас в Ереване, он не был бы возможен, если бы в Армении не находилась российская военная база. То есть фактически армянский режим, он существует на русских штыках. Это один момент. Второй момент. Необходимо, в общем-то, понимать, что в экономическом плане Армении и Азербайджан это две несопоставимые величины. Ну и, конечно, Армении было бы очень выгодно вести торговлю, заниматься транзитом грузов, в общем-то, дружить, торговать, получать, извлекать из этого прибыль. Однако позиция, которая занята армянскими политиками, ну, она полностью деструктивна, и здесь, скажем так, практически нет разницы, кто находится у руля армянского государства. Польша не Англия, либо кто-то из представителей карабахского плана, так называемого. Дело в том, что, собственно, кто бы не был премьер-министром, кто бы не был президентом, от этого в Армении, по сути, ничего не изменится, поскольку Армения полностью зависимая страна от внешнего влияния. И, кроме того, руководство страны очень сильно коррумпировано. То есть, фактически, мы наблюдаем войну кланов, ну, в данном случае клана Пашиняна с карабахским кланом за влияние, опять же, за финансы, за деньги. Все это вопросы личного обогащения. Поэтому, скажем так, никто в Армении, не в Армении, а в руководстве Армении, на самом деле, о населении Армении, о народе Армении не думают. Все думают только о своем личном благе, о своем благосостоянии. И в этом плане вот этот военный конфликт, он очень странен. Почему? Потому что мы не видим логики в действиях армян. Как я уже сказал, ну, вы отхватили территорию, сидите тихо, да, за вас там как-то заступаются, значит, претензии Азербайджана как-то отмораживаются, грубо говоря. Значит, сидите и помалкивайте. Нет, вот это постоянное, скажем так, постоянные военные провокации, они нелогичны. То есть ясно, что это именно провоцирование Азербайджана на вступление в вооруженный конфликт. Для кого эта война выгоднее? Для Армении или для Азербайджана? Да, конечно, для Азербайджана. Потому что, в принципе, победитель в этой войне был определен хотя бы просто, исходя из сопоставления мощности и экономики. Тогда зачем армяне провоцировали Азербайджан? Вот это вот очень странная, как бы такая позиция, очень странная ситуация. То ли они надеялись на вмешательство Российской Федерации, то есть то, что Россия, скажем так, резко выступит против и приостановит вот эти боевые действия. Ну, в принципе, как оно было в 16-м году. Но здесь они не угадали именно с временным периодом вот той локальной, внешнеполитической ситуации, которая вкладывалась в мире. То есть, с одной стороны, это выборы в Соединенных Штатах, соответственно, очень мощное давление демократов на администрацию Трампа. Собственно, Трампу было уже там не до армяно-азербайджанских разборок. С другой стороны, такая же очень сложная ситуация в Российской Федерации. То есть это и санкционное давление, ухудшение экономических показателей, рост внутриполитической напряженности, опять же, подготовка к парламентским выборам. Поэтому Российской Федерации особо тоже не было никакого резона заступаться за Армению. Но опять же, нужно учитывать, что Российская Федерация присутствует в данный момент в Сирии, ведет боевые действия, несмотря на то, что, скажем, там ситуация стабилизирует, но тем не менее. Российская Федерация имеет свое военное присутствие в Центральной Африканской Республике. Российская Федерация ведет, ну, пускай вялотекущую такую, пускай законспирированную, но тем не менее, войну на Донбассе. Ввязываться в еще один военный конфликт, никакого резона не было. Это, в принципе, полностью развязало руки Азербайджану. Никто его политически не сдерживал в отражении вот этих вот провокаций армян. И, в общем-то, предопределило, в конце концов, военную победу. То есть, армия Азербайджана не получала никаких стоп-приказов, как это было раньше. И, скажем так, осуществила попытку освобождения территории, использовав все свои имеющиеся возможности. Алексей, вы как бы опередили мой вопрос, точнее, вы его озвучили. Ну, я все-таки повторю. Значит, период войны отечественной год назад совпал с пандемией коронавируса в мире, глобальной пандемией и с предвыборной кампанией в Соединенных Штатах Америки. В результате Вашингтон остался в стороне от, как бы, событий. Ну, и сегодня мы видим, что США и Франция усиленно пытаются реанимировать работу Минской группы ОБСЕ, заявляя о необходимости все-таки определения статуса Нагорного Карабаха. Не мешает ли это урегулированию отношений между Баку и Ереваном? И, кроме того, Россия, также являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, заявила о своем желании продолжить сотрудничать с Арменией в вопросах поставки ей оружия. Не мешает ли это, опять же, подповторюсь, урегулированию налаживанию контактов между Баку и Ереваном? Ну, разумеется, мешает, мешает очень сильно. Есть две стороны, которые могут так или иначе каким-то образом договориться. но, оказывается, что в этой ситуации есть еще некая третья, четвертая, пятая сторона, и у каждой из этих сторон есть свои интересы, прежде всего, интересы экономические, во второй части это политические. Соответственно, Соединенные Штаты, они настроены именно на противостояние Российской Федерации и делают все, скажем так, возможное во вред Российской Федерации и ее интересам. Франция имеет, во-первых, экономические интересы в Армении с одной стороны, с другой стороны. во Франции очень сильна армянская диаспора, поэтому они давят именно в политическом ключе. Не нужно забывать, что тот же Пашинян, ну, скажем так, по ряду мнений, по ряду экспертных оценок является ставленником Сороса, то есть ставленником тех же Соединенных Штатов. Поэтому каждая из сторон пытается влиять, ну, опять же, Пашинян мы видим по его действиям, значит, с одной стороны он заинтересован во взаимодействии с Российской Федерацией, благо Россия близко и она может активным образом повлиять на процессы. Соединенные Штаты далеко, но в то же время будучи ставленником в Соединенных Штатах, он отстаивает именно их интересы и вот тоже вот этот баланс пытается как-то соблюсти. То есть если бы к руководству в Армении пришел действительно независимый человек, независимый политик, который прежде всего заботился бы об интересах Армении и ее народа, я думаю, что процесс договоренности с Азербайджаном пошел бы намного быстрее. Но, к сожалению, вот та ситуация Лебедь-Рак-Щука, когда ряд сторон, вовлеченных в эту ситуацию, каждая тянет в свою сторону, приводит к тому, что никакого движения по сути не происходит и приходится решать вопрос вот таким вот очень болезненным, конфликтным путем, вооруженным путем. Спасибо. Извините, господин Хлоптов, я вернусь все-таки к вопросу значит продажи, желанию, планам про Россию по продаже оружия Армении. По поводу продажи оружия я не вижу здесь каких-то больших проблем, то есть гроза у нас начинается, значит я не вижу здесь каких-то значительных проблем, дело в том, что в данный момент армянская армия она полностью уже фактически недоиспособна, она полностью разгромлена, разрушена, она лишена очень большого количества тяжелых видов вооружения от танков, бронемашин, зенитных ракетных комплексов, артиллерийских систем, ну и главное она практически полностью исчерпала запас боеприпасов, как мы знаем, что армия Азербайджана она очень активно работала по складам боеприпасов и в общем-то это поражение складов боеприпасов армянских это был один из очень таких сильно существенных факторов победы Азербайджана. Оставшись без вооружения, ну скажем так, армия это один из столпов государственности, то есть все равно поскольку Армения входит в ОДКБ, Россия должна себя как-то показать как союзник она должна как-то поддержать все-таки Армению нравится это значит Кремлю не нравится тем не менее в какой-то мере мы должны выполнить свои ну так сказать союзнические обязательства я не думаю что будут какие-то именно массовые поставки вооружений очень мощное накачивание армянской армии речь идет именно о восполнении того потенциала который был до войны более того вот это восполнение в силу опять же экономических причин то есть в Армении собственно нет денег от слова вообще Российской Федерации ситуация сейчас тоже не блестящая экономическая поэтому Россия будет оказывать помощь будет поставлять вооружение но в таком велотекущем скажем так режиме этот процесс растянется на несколько лет и я не думаю что скажем так ближайший горизонт каких-то событий таких активных которые могут произойти в регионе это примерно лет пять вот в этот пятилетний период вряд ли Россия накачает Армению оружие настолько чтобы она смогла хотя бы восстановить вот свой довоенный потенциал то есть да поставки оружия будут но это такой большей частью политический шаг а вот за эти четыре или пять лет пять лет скажем пока будет действовать значит миссия миротворцев российских вы видите ли вот в течение последующих четырех-пяти лет значит разрешение этого конфликта окончательное достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном значит обеспечение деятельности эксплуат деятельности Зангерзунского коридора и как бы реанимирование экономики региона в полноценной очень вряд ли я сомневаюсь что Армения пойдет на это она будет всячески препятствовать и скорее всего Азербайджану придется добиваться своих результатов в конце концов опять военным путем то есть по истечении вот этого ну уже четырехлетнего может быть там пятилетнего периода как мне кажется боевые действия могут снова возобновиться для той же Армении это будет фатально скажем так но видимо такова ее судьба то есть армянские политики ведут государство свое по пути саморазрушения правило Продолжение следует...